30 октября день скорби по всей стране даже в самых отдаленных уголках россии проходят траурные акции и памятные мероприятия посвященные миллионам людей которые погибли или пострадали в ходе политических репрессий деревня опоки до сих пор помнит весь ужас тех суровых лет здесь располагался так называемый опок строй сегодня это название говорит не о многом а в начале сороковых по берегам реки сухо накипела работа это единственный лагерь подобного рода на территории вологодской области ставший ярким примером безрассудных приказов тоталитарной власти советов опок лак организовали для того чтобы поднять уровень воды на опокских порогах для строительства использовали подручные материалы собранные по берегам сухоны рубили реже из леса засыпали в них камни и землю обивали железом многолетнее строительство плотины закончили весной 1947 года а уже 25 апреля ледоходом она была снесена после этого опок строй был ликвидирован заключенных перевели в другие лагеря а о тех страшных годах сегодня напоминают только останки шлюза на которых теперь вьют гнезда птицы и по гост где в сороковые ежедневно хоронили гибнувших узников невольным свидетелем строительства была галина ивановна нутрихина семей которой как и многим другим пришлось оставить свои дома отдать их под нужды лагеря опок строй мы тут все знали как ничего не строили как заключенные работали как я вот все видела сама своим глазам работали они бедные худые голодные ну таскали камень на тачках ташить камень на силах валились а упадут атмосфера в опок строй царила нечеловеческая рассказывают свидетели тех событий постоянный голод изнурительный труд издевательское отношение к себе терпели все узники лагеря заключенные гибли практически ежедневно тела к месту захоронения вывозили на автомобилях стоит машина машина стоит полная заключенных навалена вот у нее все голые такие и все один на одном машина накидана и повезут их вот там хоронили над гору и вот и потом день два пройдет опять снова опять снова очень много погибло людей много людей у них с городу умирали увезут этих людей похоронят опять и конвой ведут опять много людей везут к нам опять их дам в эту зону а эти которые начальство они жили хорошо богато так мы когда придем так и нам что-нибудь дадут какой-то кусочек жили очень плохо в то время тяжело было им сколько их похоронили это ужас сколько мы видели всего тут куда хоронили узников неподалеку в лесу напоминает о погосте небольшой монумент камень искупая но такая справедливая надпись без вины в страдавшим в лагере опок строй ежегодно здесь как и по всей стране собираются родственники репрессированных и просто неравнодушные к судьбам узников люди собираются чтобы почтить память погибших память тех кто выжил кому гулаг сломал перечеркнул судьбу и надежду на счастливую жизнь под советским небом конечно что это все пережили ужасно такие цифры миллионы миллионов нас погибли не за что люди гибли пред такого конечно чтобы нас не было ну а сегодня конечно память она должна из поколения переходить и это мы должны передавать чтобы наши дети внуки правнуки знали что это было было рассказывать они уже все что могли вынести они это все уже вынесли они это все выстрадали и поэтому наш долг все-таки их всех помнить молитвенно вот как мы можем вот я думаю это будет правильно все-таки многие узники были репрессированы незаслуженно в том числе и священнослужители многим помогало жить и выживать в нечеловеческих условиях вера вера в господа бога говорит епископ великоустевский и тотемский тарасий вера и сохранение своего человеческого облика помогало пережить самые страшные моменты без веры в бога без опоры на бога человек не сможет оставаться человеком и в полной мере это проявилось во времена сталинских репрессий репрессии это это же и эта ситуация она коснулась всего общества и духовенства и других людей все 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 людей все люди живших в то время в нашей стране конечно же вот надо нам с них брать пример учиться на ситуации менее тяжелой но всегда ли мы ведем себя в этой менее тяжелой ситуации достойно сохраняем мы связь с богом или не сохраняем вот главный вопрос в день памяти жертв политических репрессий вспоминает миллион людей которые были необоснованно подвергнуты репрессиям отправлены в исправительно трудовые лагеря в ссылку лишены жизни в годы репрессионного террора с тех пор прошло не одно десятилетие но единого мнения в обществе до сих пор нет кто-то считает такую политику необходимостью того времени кто-то преступлением против народа я вообще тут свою жизнь такого чтоб что-то испытал не было ну может быть родственники попадали у вас при прессии родственники не мать не отец на которые не попадали ни бабушка ни дедушка в штат мы жили недалеко первоманском такси но она важна все таки можно ли оправдать эти действия остальные я бы думаю что по моему мнению да то есть можно можно оправдать а почему может быть и чем жестче к нам относятся тем мы тоже становится жестче и нам это крепче лучше выжить этой жизни так умер стандака все издевалась так мне он очень нравился и так так что я ничего не могу вам против сказать против стали как можно оправдать человека который погубил я не знаю можно сказать элиту государства просто закопал землю это мне кажется нет оправдания этому неважно будь то интеллигенция или военные человек просто безвозвратно отнял у страны очень хороших людей можно сказать и не так и по-другому это прессе пыли это точно например у меня у тетки как говорится за три колоса три года отсидела три колоса взяла и все вот с другой стороны опять как говорится все же было не то что дисциплина больше больше было как это порядка порядка скорбное мероприятие прошло и великому стюге отметить традиционно начался с минуты молчания после выступления гостей состоялся молебен по погибшим ни в чем не повинным людям курсант речного училища отряд юно-армейского движения представители районной администрации и просто неравнодушные люди пришли почтить память жертв пострадавших в ходе политических репрессий подложили цветы и винки к памятнику репрессии коснулись практически каждой семьи проживающей в советском союзе этот день объединяет несколько поколений людей подвергшихся политическим репрессиям со стороны собственного государства помнить о прошлом и извлекать из него правильные уроки наша обязанность сегодня программа подготовлена при поддержке международного грантового конкурса православной инициатива 2017-2018